У Евгения Киселёва на площадке есть сейчас Юрий Луценко, у которого наверняка свой взгляд на будущие кадровые вопросы, на состав правительства. Евгений, я готов передать слово вашей площадке, вы можете поговорить с гостем. А мы уже в эфире? Да, вы всегда в эфире, вы с нами всегда, мы готовы сейчас... Извините, просто здесь очень громко идёт трансляция... Я вас понял, я вас понял, просто извините, тут очень громко идёт трансляция пресс-конференции, которые продолжаются одна за другой. Вот сейчас закончилась пресс-конференция, или, скажем так, брифинг Мустафы Джамилева. Вот сейчас у меня действительно рядом со мной появился Юрий Луценко, и к нему несколько вопросов. Вы уж извините, Юрий Витальевич, за то, что, может быть, некоторые вопросы будут повторять те, которые вам задавали во время брифинга. Итак, чем вы объясняете такой результат? Всё-таки многие ожидали, что ваш результат будет выше. Я думаю, что сегодня мы имеем очень хороший результат. Украина провела честные выборы и создала мощную про-украинскую и про-европейскую большинство в парламенте. Этот результат радует всех, кто год назад начинал перезагрузку украинской власти и добивался европейской интеграции. Касательно блока Петра Порошенко, то мы получили ровно тот результат, которого стартовали, и мы в большой конкуренции с нашими коллегами удержали свой процент и своё первое место. Да, правда, что мы могли иметь несколько больший результат, но с времён президентской кампании мы сознательно не ввязываемся в противостояния, не отвечаем на наявные и даже придуманные воины компроматов. Может быть, мы потеряли несколько процентов, зато создали прекрасную площадку для работы как единой команды уже с первого дня. Без обид, без противостояний, без внутренней сплоки. Ну вот смотрите, Александр Турчидов, один из лидеров Народного фронта, заявил о том, что именно на основе Народного фронта должна быть сформирована коалиция, новое правительство, которое должен возглавить Арсений Яценюк. Как вы к такому заявлению относитесь? Я считаю, что новая коалиция должна создаться не на основе любого политического списка, не на основе любого самого чудесного политического лидера, а на основе плана работы. Нам нужно не противостояние ярких личностей. Это уже погубило демократу в 2005, 2007 и 2010 году. Нам надо конкретный план европейских реформ, за которым возьмёт на себя обязательства парламентское большинство и будущее правительство. Вот тот, кто подпишет конкретный календарный перечень необходимых реформ, тот и станет будущим парламентским большинством. А кто... Извините, я вас перебью, но не совсем понимаю. Имеется в виду конкретные люди, которые подпишутся под этим планом, или политические силы? Коалиционное соглашение готово. В нём прописано более 60 реформ. Предусмотрен механизм ежемесячного отчёта парламентского большинства и правительства за их исполнение. Сегодня избиратели дали возможность сформировать такое большинство. Блоку Петра Порошенко, Народному фронту, Самопомощи, Свободе, другим партиям, вышедшим из Майдана. Они должны сегодня принять для себя решение. Что для них важнее? Личные партийные квоты? Личный эгоизм? На основе кто кем станет? Или всё-таки что станет со страной? Я считаю, что избиратель требует от нас единства и командной работы по внедрению конкретных реформ, а не игры в то, кто будет на какой должности. Но всё-таки, Юрий Витальевич, единства не было, если так положа руку на сердце. Потому что если бы было полное единство, то бы был некий общий список, а не отдельно список Петра Порошенко, отдельно Народного фронта, отдельно Батьковщины и так далее. Елена, у нас в продолжении вашего вопроса есть разные подходы и, скажем так, какие-то личные амбиции. Какова цена вопроса по поводу премьер-министра и планирует ли вот наш гость, планирует ли он стать министром внутренних дел? Мы только что в соседнем экране, просто на соседнем включении говорили с Аваковым, он не исключает своего назначения. Каковы планы у Юрия Витальевича? Вы слышите? Мои планы содействовать тому, чтобы коалиционное большинство под конкретный план европейских реформ создалось как можно быстрее. Личные амбиции на третьем, а может быть и пятом плане. Но всё-таки, вы допускаете, что вы возглавите в новом правительстве Министерство внутренних дел? Я считаю, что это только решение команды говорить о том, кто кем станет, можно лишь после того, как будет подписано большинством парламента план реформ. И вот тот, кто подпишет это соглашение, тот и определится с исполнителем этих реформ в Кабинете Министра Украины. Но всё-таки, кто будет решать вопрос о кандидатуре нового премьера? Нынешнее правительство просто по Конституции должно сложить полномочия перед вновь избранным парламентом. Ведь так? Уже сейчас партии, которые получают большинство в парламенте, приступают к консультациям с тем, чтобы подписать коалиционное соглашение. И это главная задача. Раздел в протфеле меня не волнует. И как бы не хотелось вам сейчас организовать противостояние и какую-то игру амбиций между союзниками, этого не получилось в своём выбор и не получится сейчас. Я, например, совершенно не хочу никакого противостояния организовывать, но я, как, если угодно, сейчас, в эту секунду, представитель интереса простого телезрителя, задаю вопрос, который, наверное, у любого человека есть, который смотрит сегодняшнюю нашу программу. Останется этот премьер-министр в целом и это правительство или придут новые люди? Евгений, неужели вы думаете, что простому избирателю волнует, кто будет министром внутренних дел? А мне кажется, его волнует, будет ли реформа МВД, которая приведёт к некоррумпированному, сервисному, обслуживающему население органам. Неужели вы думаете, что его волнует, кто станет вице-премьером? Нет, его волнует увеличение полномочия самоуправления. А вам не кажется, что у простого избирателя накопилось некое, ну, недовольство, скажем, темпами реформ экономической ситуации в стране? И у них могут быть вопросы. А, слушайте, в этом не виноват ли, скажем, нынешний премьер-министр? Да, безусловно, мы чувствовали не то, что неудовольствие, а просто отчаяние люди. Люди требуют перемен. Но люди очень чётко подемонстрировали. Поддержав партию президента на первом месте и партию премьер-министр на втором месте, они подемонстрировали подход к необходимости совместной работы этих двух партий Майдана. Они не делают между нами особой разницы. Они требуют от нас совместной работы и результата. И вот почему я говорю не о фигурах, не о назначениях, а о конкретике того, что нам предстоит сделать. Огромное количество необходимых европейских реформ, которые изменят страну важнее, чем то, кто будет министром или вице-премьером. Честное слово. Ну что ж, тогда мне остаётся пожелать вам только хороших результатов. Спасибо. Студия передаю вам слово. Спасибо.